Блэймлэйнесс 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 Продолжение следует... Да, все ясно. Он ударил его. Да, я так понял. Закручивается в том сюжет. Когда я проснулся... Да, вот когда я проснулся, он запер в доме. Вот в этом, я так понял. И мы начинаем. То есть он говорит, когда я увидел кровь, да, я там, ну, я понял, какие-то пятна там увидел, но это оказалось кровью. Я, в принципе, когда начинал играть, я так и не мог понять, при чем тот архитектор, которого заперли, из-за чего шутил. Это больно, он говорит. Заперли в какой-то вот в таком месте непонятном. Да, я думал, что за бред вообще? Его что, оставили на ночь работать, короче? Ну, шутил по этому поводу, что якобы гастробайдер там и всякое такое. Что мне нравится в этой игре? Тут, видите, можно, ну, многие предметы, с многими предметами взаимодействовать и начинать, короче, работать. Он, короче, запер нас, да, и я бы пошутил, что забрал наш паспорт, и, если кто не знает... Смотрите, можно даже пробовать, даже нажимать. Выглядит свежон, говорит. Выглядит так, как будто бы кого-то тянули, наверное, да, отсюда. Ну, честно говоря, игрушка, думаю, будет интересная. И, блин, в инди-хоррорах, ну, очень давно что-то такого стоящего не выходило. Я думаю, что стоящая, наконец-то, вышла. Вот она, эта игра. Мы взяли гвоздь. Я помню, что нам надо было гвоздь брать, вот такой вот прутик, если я не ошибаюсь. Нет, прутик нам не надо было брать. Короче, взаимодействовать можно с чем угодно. Если то, что вам надо, вы взяли, оно появляется у вас сразу в инвентаре, чтобы нажать инвентарь, можно нажать на И буквочку. Я думаю, будет интересно. В принципе, графончик довольно классный. Я не знаю, правда, что это за движок, но, мне кажется, Юнити. Все проработали. Разработчик вообще огромный молодец, что он доделал. Даже, знаете, несмотря на то, что игра может быть хреновой, надо всегда доделать. Вот телефон, кстати, наш, если я не ошибаюсь. Но он поломанный. Так что, такие дела. Так, провод, провод, провод. Мы, наверное, это не провод, а кровь, наверное, так и будем смотреть. Никаких ни фонариков, ничего такого нету. Так, мы пройти тут не можем, да? Тут нету дверной ручки, как он говорит. Дверную ручку, по идее, нам надо найти. То есть, запер нас в каком-то этом, да? И говорит, все, ты будешь тут, архитектор. Фетиш на архитекторов, я так понял, у него. Так, смотрите, это какая-то хрень, но это не берется. Так, дверную ручку, походу, нам надо искать, а может и не ее. Но я помню, что если я не ошибаюсь, вместо дверной ручки вот эту палку надо засунуть. И она, видите, формой ручки. И прокрутить ее. А ну-ка, нет? А может быть и нет, может быть я не прав. Эта палка аж не просто так берется, мне кажется. Может ее сюда вставить надо? О, смотрите, я был прав. А ну-ка, зажимаем палку. Так. Мы зажали палку, что дальше? Гвоздем я точно думаю. Мы должны, наверное... А, я понял, где пила, где пила, где пила. Мы должны срезать, я так понял. Блин, только пила, вот тут, вот она. Пилой сейчас срежем. Наверное, да? Или нет? Я не сильно ли зажал? Хотя она железная. Смотрите, что это я делаю? А, я понял. Вот мы каким образом сделали ключ. Все. А ну-ка. Я, честно говоря, не помню, делали ли мы так. Может быть человек, который разрабатывал эту игру, переделал. Но почему-то она все равно не получается. То есть я не могу. Может быть что-то еще не хватает? Я даже использовать не могу. О боже, я ее закинул туда. Все. Можно заново начинать. Честно говоря, друзья, я так просто туплю. Вот этот замок. Я вспомнил. Я посмотрел свое прохождение. И вот что мы делали. Вот, в принципе, что нам надо было сделать. О боже. Я же это проходил. Но почему я этого не помню? Я просто без понятия. Да, тут темно. Он говорит. Ну, довольно интересная, атмосферная. Очень атмосферная игра, если честно. Почему я, когда проходил ее, почему я ее взял? Хоть она была короткая. Что это за черт возьми происходит? Вот мы пришли. А почему я ее проходил тогда? Я подумал, блин, если было бы круто, если бы она вышла полностью. И я был очень огорчен, что она такая была короткая. Так, что это у нас? Библиотечная карта, как она оказалась? Тут Хеллен Вудворд. Я не знаю, честно говоря, его это или нет штучка, да? Ну, портмоне или хрену, как это называется. Но мы это тоже подбираем, видите? Потому что карточка нам может быть где-то понадобится. Игра основана, в принципе, видите, на загадках, на таких легеньких. Ну, не то, что легеньких, таких простятских. Я, в принципе, помню, как эту штуку проходить, на кусачки найти. Ух ты, у меня так залагало тут по жесткому, профризило. Тихо, тихо. Я слышал какие-то шаги там. Как будто бы. Что одно тяжело тут, тут очень темно. Тут нет никакого освещения. Этим игра и берет еще сильнее. Тем, что вы не можете просто взять фонарик, включить и все. Осмотреть. Вот в чем интерес. Так, ломик, который мы не сможем просто так поднять. Но вот этой штукой, как я припоминаю. Я не помню, что ей делать надо. А ну-ка. Да, он застрял. Надо, походу, поднимать. Только что я... Что оно даст этим? А, то есть вот так вот, да? Блин, не помню, не помню, что тут надо делать. Я помню, кусачки подбираем. Но кусачками мы оттуда его не вытянем. Кусачками, я помню, провода надо обрезать. Давайте пробежимся. Тут даже еще бегать можно. Вот в той части вроде бы нельзя было бегать. А, да, да, да. Он сломан. Хорошо. Кладем сюда. Берем у нас там гвоздь. Я вот не помню, гвоздем что ли? Сейчас. Я помню, мучился тут вроде бы как. А ну-ка. Не так, да? Да, вот, я нашел болтики какие-то. Я специально выключаю запись, чтобы вы не... А ну-ка, подождите, давайте попробуем так. Нет? Я специально выключаю запись, чтобы долго не тупить. Так, это, походу, не тупить. Я собираю. Ладно, тогда что мы будем делать? Берем эту штуку. Так. Вообще, болтики надо, наверное, взять вот так вот, да? Сейчас. Вот так вот. И применить. Ага. И теперь каким-то образом, я вот помню, надо как-то скрепить вот так. О, отлично. Как сюда поставить их? Так, мы скрестили. Теперь надо нажать именно на болтик и вставить. Вот так вот. Я помню, мучился с этой тоже хренью. Это было жесть. А теперь кусочки у нас работают на отлично. Так, перекусываем. Где тут еще? Я помню, вышел с этого места и все. И дальше я не мог пройти. Так что, вот дальше я уже по своему прохождению даже не смогу ничего сделать. Так, ну все, я раскусил все, да? А ну-ка, бросаем. Да, и мы открываем. Вот тут именно и заканчивалась наша демо-версия. Но у нас полная версия. Боу. Шит. Черт возьми. Вот на этом моменте и закончилось. Откроем. Но тут никого нету. Блин, я не удивлюсь, если меня сейчас какой-нибудь скример тут напугает. Темно, очень темно. Фу. Фу. И дверь за нами захлопывается. Отлично. Но лом я не взял. И вот я боюсь, чтобы... Чтобы это не сыграло роль дальше, в дальнейшем. Ну, блин, мне кажется, лом надо было все-таки брать. Так, у нас есть какой-то распределительный щиток, но он закрыт. К этому щитку, скорее всего, надо какую-то штуку. Что это такое? Инструкция. А, the fuse box opened... Закрытый щиток. Или... The... The... The fell bug. Не знаю, что это в переводе. Но больше тут ничего и нету. Ладно. Будем смотреть, разбираться. В принципе, он закрыт. Это, я думаю, игрушка такая... Нихреновенькая будет. Так, что это у нас тут? Драггинг стейн опять. Опять кабель. Везде кабель проходит. Знаете, мне это напоминает фильм Пила, когда Джон Крамер садил людей. И, ну, они там пытались выбираться, там, всякое такое. Вот, наподобие тут. Мы в закрытом доме. Мы в закрытом доме. Давайте посмотрим, будет ли работать выключатель, вроде бы, или типа такого. А где он выключатель? Вот он. Работает с 3. Так лучше. Но, блин, тут какая-то музыка странная. Куча комнат. Мне не нравится куча этих комнат темных. Это первые хорроры, реально, про архитекторов и про такие, знаете, в строительных каких-то местах мы застряли. И с охренительной просто графикой. Вот, что мне нравится больше всего. Фонарик, который не работает. Да, он, все, потух. Нам надо найти, наверное, батарейки. F2 equip height flashlight. То есть мы можем его спрятать. А, смотрите. Подождите, он работает или не работает? Я что-то вообще не вкурю. Да, он вроде работает. Только он светит им очень как-то странно уж. Но теперь с фонариком хотя бы можно будет темные места просветить. и увидеть где-то что-то. Блин, такие страшные эти звуки. Как будто бы сейчас что-то должно произойти. Что это за... Твою мать, это мертвая девушка. Черт, она что, мертвая? Да, она мертвая. Кровяша, он. Это грязно. Я не хочу смотреть на ее лицо. Блин, вот это жесть. Что-то в руке держит. А ну-ка. Что это? Это нереально охренительная игра. Вот, я вам связываю. Это адрес этого дома. Это адрес этого дома. Она что, типа, тоже попалась туда? И ключи, наверное, от распределительного щитка. Можно ее жопу хотя бы погладить? Не? Ну ладно. Отдыхай. Да, вот это интересно. Реально, вот по-настоящему я давно не встречал игры, в которой настолько все охренительно сделано, продумано. Так, эти двери открыты. О, тут медленно дверь открывается. Пиздец. Когда так дверь... А, это закрыто, да? Давайте тут осмотримся. Что там... О, я вышел наружу. Может, я смогу смотреть? Наконец-то я вышел из этого дома. Так, ну что, будем пытаться выбираться отсюда. Shift to moon to run. Да, сделали, конечно, бег. В первой части, вроде бы, как не было бега вообще. То есть, в демо-версии. Ну, тут есть, ну, бег, честно говоря, тут, я думаю, не будет для того, чтобы просто бегать, убегать от кого-то. Как в тупых хоррорах, если честно, которых я уже очень давно не беру. И я не хочу их брать, потому что, ну, параша выходит одна. Беготня, скримеры. Вот чем вот эта игра классная? Тут есть атмосфера, тут есть проработка всего этого. Еще больше темных комнат, он говорит. Так, смотрите, какой-то щиток, но я его использовать не могу. Это же, блин, намного круче. Видите, да, фонарика не было, но, опять же, посмотрите, как фонарик рассеивает темноту. Он не светит прямым лучом, он ее рассеивает. Это более красивее выглядит. Вот, не знаю, класс. Вот, я уже играю и наслаждаюсь. Я вижу, что проект реально качественный. Вот это просто класс. Так что, так, смотрите, мы какой-то свет вроде бы, освещение включили. Ага, дверь закрыта. Почему все постоянно закрыто, он говорит. Скоро выйдет игра Сергея Сергеевича. 35 миллиметров вроде, если я не ошибаюсь. Я ее, конечно же, тоже запишу. Это будет шедевр. Но перед этим шедевром, видите, хотя бы вот такую вот игру мы все-таки нашли. Я уже думал, пока его игра не выйдет, ничего интересного не будет. Смотрите, у нас есть ключи, давайте попробуем. Подойдут ли они? Да, подходят. Это круто. Чуть по башке мне этой штукой не дали. Так, какая-то сумка. Что-нибудь есть полезное тут? Свисток или что это? Что это такое? А, я верю, что эта штука может открыть фьюзбокси. А, вот эта штука откроет щиток распределительный. Что у нас еще есть? Молоток, плоскогубцы. Все, больше ничего нету. Видите, нам стоит еще и обратно возвращаться. Это круто. Что это такое? Не знаю, что это. Куча всяких. Ну, видите, человек даже, видно, старался, делал все вот эти вот детали. Все это круто. Круто все проработал. Вообще бомба. Ну, а так, если честно, пошутить над этой игрой, это напоминает, знаете, когда Шурик приходил... Знаете, вот этот фильм, как это? Приключение Шурика или... Я уже не помню, как он там называется. Когда у вас несчастный случай, настройки были? Были. То есть, не было, но будут. Вот это то же самое. Так, тут дверь закрыта, я смотрю. Да, и настолько тьма такая темущая, что вообще ничего не видно, пока ты фонарик не включишь. А ну-ка тут ничего нету у нас. Заранее просмотрю. Нет, тут пустота, тьма. Все круто сделано. Сейчас давайте побежим обратно. Попробуем. Так, вот тут дверь я еще не пробовал. Закрыто, отлично. Ну, щиток. Только зачем нам щиток, если честно, я без понятия. А как же мы к щитку вернемся? А ну-ка. А, ну да, все, все мы вернемся. Немножко подлагивает игра, не знаю почему. Так. Так, 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 где она? Квоздь тоже для чего, он фиг его знает. Поворот. Надеюсь, что тут не будет никаких загадок. Они все уже включены. Может повыключать. Заранее. А ну-ка. First turn on the RCD, switch the... Блин, конечно, английский язык мешает. Я не знаю, что тут надо делать, но... Что-то тут надо по этой инструкции, походу, делать. Заранее. Да нет, вроде бы ничего. Заранее. Заранее. Так, друзья, смотрите прикол. Я пока бегал. Я, честно говоря, там не разобрался. Ну, плохо английский знаю. Дверь. Дверь приоткрыта. Давайте откинем эти плитки. Я не знаю, может она и была приоткрыта. Так, открывайся. Может быть я этого не заметил, но плитки, видите, мешали. Давай же открывайся на полную катушечку. И тут, в принципе, что-то мне, знаете, я вот иногда в хоррорах хочу за собой дверь закрывать, потому что боюсь, что если какая-то хрень нападет на нас, что я могу взять, что я могу взять, а ну-ка. Что только что было, что я мог бы взять, я не понял. Ладно, вред какой-то, не пойму, честно. Ладно, пофиг. Так, что у нас тут? Опять записки. Это какая-то лестница, вроде, да, или что, которую надо было вернуть, что-то... Короче, которая в письме, он сказал, обсуждалась. Но тут, смотрите, тут ничего нет абсолютно. Тут даже ничего полезного нет. Так, 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 так. Да, на английском, конечно, хреново, что нету русификатора, но... Итак, друзья, я перезагрузил игру. И я опять же сейчас подошел, взял. Я подумал, что может быть какой-то баг. Так, но я понял, я ключи обратно забрал, вот эти вот. И сейчас попытаюсь сюда прийти. Я почему-то не подумал об этих ключах, что их можно... Ага, и тут нельзя их использовать, да, наверное, а ну-ка. А нет, смотрите, ведь два ключа было. Я бегаю, бегаю. Ооо, вот это уже не очень хорошо. Я не пошел, электрощиток не открыл пока что, но я думаю, сейчас я, наверное, его открою на всякий случай, потому что я не знаю, мало ли что может быть. Ух, игра немножечко так, фризит, не знаю, местами, потому что, наверное, на 1920 записываю. Может, из-за этого. Но опять же, это только местами. Так, ставим эту штучку сюда. Я понял, что тут нам, в принципе, делать ничего не надо. Но вот когда я выбираю вот это, RCD, тест, а этот выключатель выглядит как будто бы важным, он говорит, но что это важное дает, не знаю. Давайте обратно бежим туда. Так, куда тут бежать? Ой-ой-ой, фризит, фризит, жесть. Вот сюда вот, да, и будем осматривать вот эту комнату. Игра, честно говоря, не такая уж большая, я так думаю, но вот есть, конечно же, загадочки, на которых ты застрьешь и просто не можешь понять, что дальше делать. Вот лестница, та, которая, мне кажется, нам понадобится. Но подождите, что вот тут вот? Это выход наружу. Что мне кажется, что... Оу! Твою мать! Это... Блин, все поломалось, но я так и понял. О, ну, подождите. Блин, нет силы. Электричество должно быть троплено за всю гараж. Да. Я знаю, почему оно выключилось. Это, ну, это спецом такая штука. Давайте попробуем к щитку обратно пройти. Но я, я знаю, что нам надо не к щитку, а нам надо лестницу ставить туда наверх, потому что, ну, там лестница была, и такой акцент на нее был. Но, блин, надо же выдержать хорр, друзья. Давайте попробуем сюда прийти и посмотреть, что же тут будет. Так. Вот эта штучка. Включаем обратно. Опа! Смотрите, одну я включил, а эту не получается. А ну-ка. Никак. Никак. Все. А, смотрите. Тут по-разному надо включать. А ну-ка. Так, пробуем. Сначала вот эту. Эту, эту, эту. Во, какой-то звук прошел. Включаем эту. Эту. Ох, йо. Ой-ой-ой. Я правильно все сделал? Я, короче, я прочел инструкцию просто, и там... О, у меня долбануло током. Это нехорошо. Я должен был видеть это. Ээээ... Я, короче, все по инструкции сделал, но теперь у меня почему-то фонарик... Ээээ... Ну, выкинулся, я его подобрать не могу. Короче, я... Понял, что я правильно, наверное, сделал, да? Только вот без фонарика теперь как-то опасно ходить. Ладно. Так, окей. Эээ... Идем обратно в эту комнату. Я не знаю, сохранялка вообще есть? Сохраняется тут как-то или нет? Но, видите, в принципе... Должно работать. Так. Открываем. Неужели мы так спокойно выйдем? Блядь! Твою мать! А-а-а! Нет! Нет-нет-нет-нет! Get away from me! Отвали от меня выбежать! А-а-а, зараза! А-ну-ка! Да, у нас перезагрузка есть! Охренеть! Вот это я испугался нереально! Вот это скример! Это даже не скример, это... Это даже был не скример. А я не могу вылезти, кстати. Почему-то. А-ну-ка! Да, есть! Я могу убежать! Вон он! Застрял в локации. Сваливаем, сваливаем. Так, 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 так. Сюда? Вот он! Это локация, пожалуйста! Оставайтесь, где вы стоите! Оставайтесь с нами! Вы арестованы! Как это я арестован? Это ж не я! Встаньте на колени! Но я ничего не делал! Встаньте на колени! Быстро на колени! Сейчас же! Ты арестован! Почему? Я хочу сейчас рассказать кое-что интересное. Меня, наверное... Меня, наверное, посадят вместо него. Вот что произошло. Он, наверное, убежал, когда увидел полицейские машины. Мы не нашли никаких людей, да, остальных. Нет, он был там. Он единственный, кто мне звонил. Кто-то продал дом? Примерно два месяца назад. Они переехал в другую страну, кто продал дом, да? Переехал в другую страну, кто продал дом, да? Все их работники были на сайте, у нас была активность. У нас была активность, у нас была активность. Как ты не мог найти свидетельство, что я рассказывал вам, что он там был. Почему вы не видите? Я слышал вас. Да, никто никого не видел, никаких других мужиков, кроме тебя. Как это может быть? Это не имеет никакого вообще... Это очень ясно, я не верю в твоей... Да, даже в части твоей гребной истории. Ты убил ту женщину. На твоей одежде нашли кровь, на твоих руках. Короче, да, меня ввинят. Ты больше никого. Представляете, кто их фингерпрынты match the ones we found on the victim's body, ааа? Короче, охрененная концовка, и нас посадят. Я не знаю, почему ты убил ту женщину. Ты никогда не выйдешь. Типа я не... Ну, я тебе гарантирую. Блеймлесс. Это я блеймлесс, оказывается. Вот это жесть. Можно, кстати, по-другому пройти игру эту. Но, видите, она будет выходить на одну концовку, как я понимаю. Там можно по лестнице, кстати, пробежаться и по-другому немножко пройти. Но, вот как, в принципе, заканчивается. Необычная игра. Необычно сделана. И я, честно говоря, давно таких хорроров не видел. И на такой печальной ноте такая музыка хорошая играет. Ну, веселая. Вообще замечательно. Классная игра. Я думаю, этот чувак, автор Vaklav Hudek или кто это, кто ее делал. Я думаю, эта группа вся сделает еще что-нибудь интересное. Потому что нихреновенькая у них игра получилась, я скажу вам. Так что, ну, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами был Bloodlinus и показывал вам необычную игрушку. Всем пока и удачи.